Мы с вами зацепились за эту странную конструкцию по простейшей причине. Она формально удовлетворяет двум очень сложным требованиям. В рамках этой конструкции появилось три головы и появилось шесть конечностей. При этом дополнительная пара конечностей имеет свои нормальные пояса, имеет свою нормальную мускулатуру. По идее, вот это, иначе выполнить требования одновременно на многогологость и на дополнительный набор конечностей очень трудно. А так мы за счет одной мутации получили сразу выполнение облых этих условий. Понимаете, у них как бы система одна. То есть если вот эти боковые третья пара конечностей это два крыла, тогда первая пара конечностей нормальная, у которой будут две руки, тоже будут крылья. Так, подождите. Во-первых, мы имеем дело, как я уже вам предложил, с большой ящерицей. Вообще крылатых ящериц, видели как здесь? Да. Или у нее четыре... Стоп. Крылатых ящериц. Ящериц крылатых. Я говорю, где у нее четыре ноги? Какие крылья? Или четыре крыла. Стоп. Но если ты изначально... Подождите. Подождите. Какие крылья, умоляю вас. Что у него здесь? Первый тип раз, да. Причем какие лапы? Передние лизаки? Передние. Передние. Пока никаких крыльев совершенно. А что... Тогда мы не решили вопрос с крыльями. Еще раз говорю. Мы решили вопрос с количеством конечностей. А крыльев пока никакой речи нет. Мы просто получили конечности. Так? Происхождение крыла это отдельная история. Пока мы получили набор голов и набор конечностей. И вот для того, чтобы двигаться дальше, надо хотя бы примерно понимать, как устроены и как развиваются тела. Иначе вам станет просто непонятно, откуда берутся некоторые утверждения. Поэтому, немножечко по поводу эмбриогенеза. Первую базу эмбриогенеза мы с вами, вот она, уже посмотрели. Идет она принципиально с полной у всех живых организмов. И результат идет, является вот такой комочек из клеток, который называется бластулом. Если бластулу разрезать на две половинки, так, что мы увидим? Вот что мы увидим. Стенка из клеток. А внутри что? Полость. Полость это называется первичная полость тела. Первичная полость тела. К слову о пустоте. Ни в одном живом теле никакой пустоты нет и быть не может. Пустота это что в физике? Как называется? Вакуум. Могут ли быть вакуумные включения? Вакуум. Исключено. Чем это полость заполнена? Жекость. Жекость, конечно. Хорошо. А дальше? Дальше начнется вторая база эмбриогенеза, которая будет называться гаструляция. Про такую болезнь гастрит. Слышали? Да. А когда у человека гастрит, что болит? Желудок. Ага, отлично. Гастр – желудок. Причем здесь желудок или кишечник, когда речь идет о эмбриогенезе. А сейчас увидите. Дело в том, что когда закончилось строение этого шарика, выяснилось, что генетические программы у всех клеток, конечно, одинаковые, а вот блоки генетические включены по-разному. В чем дело? А скажите, пожалуйста, вот у вас когда была еще яйцеклетка, да? Вот прибыл сперматозоид, привет от Сидорова, в этом месте внедрился, и, соответственно, произошло совмещение генетических программ, славно. У нас возникла первая точка неоднородности, точка, в которой сперматозоид проник в яйцеклетку. Принцип моносперме. Каждая яйцеклетка должна быть оплодотворена каким количеством сперматозоидов? Одним. Одним. В момент первого контакта рецепторные белки на мембране яйцеклетки получают сигнал контакта и передают дальше. В результате, как будет выглядеть в данный момент участок мембраны, охваченный сигналом. Смотрите, от этой точки белки во все стороны передают сигнал. Как выглядит площадка охваченного сигнала? Круг. А дальше? Круг. А дальше? Все расширяется, все расширяется. Это понятно? Пока не схлопнется на противоположной стороне. Таким образом намечаются два разных полюса в яйцекле. Полюс, в котором произошло бронекновение, и противоположный полюс. В результате мы получили первую ось в организме. Вот на этом противоположном конце, до которого сигнал дошел в последнем, клетки, которые радиоциационные, будут иметь включенными не те гены, не те порции генов, чем клетки боковых сторон. Понятно, что внешние клетки пока все одинаковые, но гены у них активированы разные. Чем задается? Понятно, точка и проникновение сперматозоида. Отлично. И вот когда шарик мы достроили, выделим на этом разрезе и красный клеток включает файлы, которые не активированы вот эти. Плюс к этому, есть еще третья группа клеток, вот она, между красными и не заштрихованными. Их совсем немного. Вот это разрез. А если я посмотрю на этот шарик просто со стороны с улицы, как это будет выглядеть? Вот сам шарик, вот группа красной клетки. А чем окружена группа красной клетки? Желтым. Желтым кольцом. Совершенно верно. Значит, а вот этих у незаштрихованных клеток, интересующие нас файлы, не включаются. Отключаются каким-то другим. Что происходит при включении интересующих нас файлов? Розовые клетки поползли. Не отвлекляясь от соседа, они начинают двигаться. Куда они двигаются? Они двигаются вот так. Как себе представить этот процесс? Ну, самый простой на свете мячик. Представляете себе? Никакой не футбольный, а просто обычный мячик. Я держал в руке мячик и его испортил, проколол. После этого начал нажимать кулаком на мячик с одной стороны. Что под моим кулаком формируется? Вмять. Вмять ему. Лишний воздух через току выходит, да? Хорошо. Я все сильнее и сильнее нажимаю. Чем дело закончилось? Мячом. Мячом. Значит, во что превратилась сфера? В волосы. Нет. В том-то и дело, что не в блин, а в полусфера. В чашу. Только из каких слоев резины будут стоять стенки в этой чаше? Из трубок. Из трубок. Это понятно? Вот первый слой тот, который я держу на руке, а второй я тут взялся. А я его прижал. Да. Я его прижал. А, получается, если мы прижимаем вот это, то там жидкость должна еще и выходить? Да, 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 да. Жидкости международные контакты уходит. А. Именно этот процесс называется гаструляция. Изобразим его условно. Вот розовенькие клеточки, которые поехали внутрь. Желтые пока остаются на месте. И вот конец гаструляции. Что мы получаем? Мы получаем двухслойную чашу. На поверхности. Какой? Голубой или розовый слой? На поверхности. С улицами. А, из-за. С голубой. Голубой. А внутри чаша? Розовый. Розовый. Чаша двуслойная. А вот здесь вот, по краешкам этого образовавшегося входа в чашу, так, желтое кольцо лежит. Согласны? Отлично. Вот мы и получили с вами второй этап эмбрионального развития. Первый этап гаструла, простите, бластула, шарик, статуя внутри. А вот это гаструба. Так, несмотря на простоту внешнюю, в гаструле уже очень много важных деталей. Ну, во-первых, все понятно, что это разрез. Так? А если я ее не вижу, а просто смотрю с улицы, как она выглядит. Ну, такой толстый ягурец. С одной стороны в этом огурце дырка. Где на разрезе дырка? Вот она. Вот она, вот это отверстие. Если я засуну палец туда, в это отверстие, так, где он окажется? Вот эта полость-то. Это ясно? Да. А, да. Внутри бластула у нас тоже была полость. Может, это то же самое? Полость бластула можно войти с улицы? Нет. Нет, она замкнута. А эта полость открыта во внешнюю свердину. Итак, что как называется? Вот эта полость называться будет полость первичной кишки. Полость первичной кишки. Из нее вся эта человеческая система будет строиться. Вот это отверстие, которое ведет в полость первичной кишки. Первичный рот. Первичный рот. Вот он. И есть свое название вот этих слоев плеток. Да? Внешний слой, который покрывает снаружи эмбриолю, будет называться ЭТО, ДЭДНО, внутренний слой ЭНТО, ДЭДНО. То есть, внешняя кожа и внутренняя кожа. Отлично. Хорошо. А теперь. Вот этот этап тоже есть у всех живых существ. Мы с вами в том числе проходили, каждый из нас, и стадию гластулы, и стадию гластулы, прежде чем родиться, на самом-самом начале развития. Но некоторые живые существа вообще останавливаются на этом этапе. И так дальше всю жизнь имеет такую конструкцию. Кто это? Чарль. Никита. Нет, чернонок сложные. Посмотрите. Я беру такую конструкцию и немножко переворачиваю. Вот такое простое. Стенка из двух слоев. Внутри первичная кишка. Вот он, первичный рот. А вокруг первичного рта взял и вытянул стенку тела с образованием щупалец. Образование щупалец. Это кто? Восемь. Гидра. Коралловый полив. Это полив. Двухслойная стенка тела, первичный рот, первичная кишка. Теперь я взял вот сюда вот, вложил побольше межклеточного вещества. А заодно вот так сплюсну. А это кто? Разрез через кого? Медуза. Медуза. Что это за живое существо? Полива, медуза? Кишечная полостная. Кишечная полостная. У них просто эндриогенез, наверное, остановился. Хорошо. У остальных он пойдет дальше. Ну, сейчас будет такой сюжет для некоторой вашей разминки, а то уже ссыпать не начинается. Скажите, пожалуйста, а у медузы голова есть? Нет. С каком понятии? В прямом, циологическом. Может, все тело головы? А может, все тело нога? А может, все тело туловища? Нет, у меня там щупалец еще больше не видно. Какая часть тела называется головой? Там, где мы. Там, где что? В ямке. А, ставите, хорош. Вот давайте прежде всего разберем, что такое голову. Вещь необходимая. Смотрите. Допустим, есть живое существо, которое, как живет, висит в океане толще океанической воды, не только не в словах, а в равновесии. Да? На глубине метров, ну, скажем, 15. Вот он, вот здесь висит. С какой стороной, скорее всего, можно ждать появления пищи? С... 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 С любой. С любой. С любой. Среда-то однородная, вокруг, подержанная? Да. С любой стороны. Хорошо. С какой стороны вероятнее всего появление хищника? С любой. С любой. С какой стороны вероятнее всего появление плавого партнера? С любой. С любой. Как надо устраивать тело? Так, чтобы... В каждую сторону направить органы чувств и рядышком оставить орган манипулятора. И здесь же центр управления манипулятором. Во все стороны сразу. Почему? Да потому что среда у нас однородная, и вероятность совершения важного события одинаковая с разных сторон. Как называется такой тип симметрии? Когда тело можно выделить на большое количество радиальное или лучевая симметрия. Так, значит, берем, делим на сектора. Вот радиальная симметрия возникает у существ, обитающих в однородной среде. А теперь мне надоело висеть в океане. И я сел на дно. Вот на океане. Сел на дно и пополз. Допустим, в нашем классе парк нет, стулья нет, а в середине класса держит котлеты. Я колбик. Какую часть тела я наткнусь на котлеты? Какой придется. Какой, любой, кроме я, на которой приезжал? Попробуйте корректно задать. Корректно дать ответ на вопрос. Какую часть тела я наткнусь на котлету? Какой припаду, какому-нибудь. Передняя, а если ногами вперед-полз. А любой, кроме той, кроме ног, кроме нижней части тела. Какой, нижней части тела. Ну, той, которая, ну, как бы, приезжает. Она так и дно. Да. Хорошо. Играем иначе. Если я ползу головой вперед, чем я натыкаюсь на котлет? Головой. Головой. Если я ползу ногами вперед, чем я натыкаюсь на котлет? Если я ползу боком вперед, чем я натыкаюсь на котлет? Волком. Если я ползу плечом вперед, чем я натыкаюсь на котлет? Вы так называете? Вот я... Чем я ползаю с тела? Все, да. Да. Той частью тела, которая находится по направлению движения. Согласны? Да. Отлично. Теперь, в другом месте, посередине класса лежит не котлета, а капкан. Какую частью тела я попаду в капкан? Это как вы вверху ползете? Как не вверху ползете? Ну так же вы не вверху ползете в капкан. У меня нету рудных чувств пока. Нету? Нету, я вот такой. Я радиально-симметричный. Ну тогда вы попадете в стойных, которые вверх ползете. Той, которая находится по ходу движения. Отлично. А в третьем классе, посередине класса, находится половой партнер. Какую часть тела? Той, которая находится по направлению движения. Смотрите. Пока среда была однородная, нам надо было органы чувств и органы манипуляторы ставить равномерно со всех сторон. Но как только вы легли на плоскость и стали двигаться, среда стала для вас неоднородной. Надо ли теперь равномерно распределять органы чувств по всему телу? Нету. Где их имеет смысл? Собрать. Той часть, которая работает передо. Значит, выбрать одну часть тела и всегда двигаться вперед именно этой частью. Что на этой части надо сконцентрировать? Во-первых, все важнейшие органы чувств для получения сигнала. Потому что именно эта часть будет первой встречаться, совсем важной. Во-вторых, где центр обработки информации? Там же. Там же. Зачем? А что, время экономить? На проведение сигнала время затрачивается? Да. Значит, здесь же центр обработки информации. Ну и еще, что имеет смысл, что даже снизить? Род. Родовое отверстие, разумеется. Подпищеварительную систему. Ведь прежде чем в себя что-нибудь засунуть, это надо исследовать. А у нас здесь все самые мощные органы чувств. Поэтому, вот это и есть голова. Голова – это часть тела, которая всегда будет находиться по направлению движения организма. На которой сконцентрированы основные органы чувств, где находится основное скопление нервных клеток и, как правило, артовое движение. Понимаешь? Пример, Владимир, про еду, капкан и голову по арту. Про еду и капкан вы объяснили. А вы хотите сказать, что у него половой орган тоже будет в районе? Стоп, стоп, стоп. Для того, чтобы речь дошла до половых органов, полового партнера обнаружить надо? Да. Обнаружить вы его чем будете? Не половыми, не половыми. Органами чувств. А они у вас где? Везде. На голове. На голове. Ага. Если вы не обнаружили полового партнера, то половым органам вашим делать нечего. Идейка весна? Просто. Почему я взял эти три примера? По простой причине. Это три важнейшие сферы жизнедеятельности для любого животного. Питание, защита, размножение. Понятно, что вот это вот просто три самые важные задачи, которые надо иметь в жизни. Хорошо. Ну а теперь давайте смотрим. Берем кишечно-полосного. Ну или ГОСТ, УЖСА, ГОЛИГИДРО. По простой причине. Дело в том, что при наличии кишечного полоса первичный рот выполняет сразу две задачки. Во-первых, через первичный рот пищи в тело попадает. А не переваренные остатки, как на улице выделяются. Так же. Так же. То есть первичный рот играет роль и ротового отверстия, и ануса одновременно. А пища движется вот в таком лицевом маршруте. Как говорилось во время академии Петлемишев на лекции по зоологии позвоночных, иметь рот и анус в одном месте неуютно. Это действительно неуютно по одной простой причине. Можно ли в этом мешке выделить какие-нибудь специализированные зоны переваренные? Допустим, здесь только белки, здесь только жиры, здесь углеводы. Не выйдет. Видите, у вас возвратная петля при движении пищи. Так специализация с ним получается. Как сделать более специализированную конструкцию? Взять и прорвать тело, замесли. Второй дыр. В этом случае вот у нас входное отверстие. Пища движется в одну сторону. Последовательные этапы переработки. А не переваренные остатки, вот они выделены. Вот это уже не пищеварительная полость, а пищеварительная трубка. Конструкция значительно более эффективная. А сейчас сюрприз, который обещан. Древнейшие многоклеточные, самые простые, да, это вот такие, по сути дела, плоскости. Значит, первичный рот, кишечная полость открылась на отверстие вторичного рта. Вот давайте напишем здесь. Первичный рот, это у нас будет вторичный рот. У первичного рта какие были две задачки одновременно? Это был и рот, и еще что? Англаз. И Англаз. Первая команда животных многоклеточных пошла по совершенно логичному и понятному пути. Первичный рот сохраняет с собой ртовые функции, остается ртом. В этом месте возникают сложные органы чувств. Придатки для измельчения пищи. Внутри тела системы органов пищеварения. Пищеварение эффективно. Мышцы получают много энергии. Можно ставить органы движения. Получили существ, которые называются первичные роты. У них в ротовое отверстие превратился в первичный рот. А вторичный рот взял в себе анальные функции. Вроде бы все просто логично. Но дело в том, что есть вторая команда. Вторая команда эстетов. Которые имеют честь относиться мы с вами. У них все как. Открылся вторичный рот. Но первичный рот оставил с собой функции не рта, а амусы. Соответственно, вторичный рот, каким он в связи взял? Ротовые. Здесь возникают мощные, хорошо развитые органы чувств переработки пищи. Кишечник и желудок переваривают пищу, усваивают ее. Мышцы получают много энергии, возникают органы движения. Ага. Эта команда называется вторичная рота. Позвание мощная, а точнее всехордовая относится как раз к вторичному роту. Исходя из этого, настоящей головы у нас с вами просто нету. Она редуцирована полностью. То, что у нас на плечах, вот эта навешивая, это вторичная голова. А если бы у вас, не дай бог, развилась первичная голова, то вам бы стало очень неудобно сидеть. Идея понятна, где на самом-то идее. Вот для того, чтобы понимать полюса развития, вся игра с первичным и вторичным рот достаточно важна. Все хордовые вот так называются. Так что голова у них будет складываться не со стороны первичного рта, а с какой стороны? С прямой противоположной. Хорошо. Мне подскажется, у всех хордовых есть хвост. Во, видите? Кстати, по поводу хвоста мы уже нахомнили. Давайте попробуем разобраться. А какая часть тела называется хвост? Продолжение позвоночника. Ага, а это значит, что хвост может быть только у хордовых? Ну, не знаю. Скажите, пожалуйста, у змеи хвост длинный или короткий? Ну, она и есть хвост. А, классный. То есть, вообще, как говорят некоторые девицы, у них ноги от зубов, да? А у змеи хвост у души, что ли, или как? Нет, ну, позвоночник, это же есть хвост. Это и есть хвост. Да. То есть хвост у них есть хвост, да? Нет, он является основой грязи. Нет, не так. Давайте, например, рыбу проще будет. Рыбу когда-нибудь потрошили? Да. Ну, вы хоть примеры, представляете, как это строило? Рыбу все просто, всего три части тела. Так? Давайте. Если рыбу вскрыть, вот здесь находится полость с внутренними органами. Так? Здесь кишечник, желудок, сердце, почки, головы, органы, все на свете, да? Значит, вот это есть полость тела, целом. Вот эта часть тела, где есть целом, называется туловищем. Туловищный отдел тела. Та часть, в которой есть полость с внутренними органами. Вот в этой части есть полость с внутренними органами? Нет. Это голова. В этой части есть полость с внутренними органами? Нет. Вот это полость. А теперь, если я рыбу не вскрываю, вот она у меня целенькая, живая, прыгает. Как понять, где у нее кончается туговище, не вскрывая ее? Там, где начинается выделительная. Только не выделительная, она не ответственная. Ребята, ведь здесь же кишечник должен выйти на улицу. Целон-то кончился, да? Значит, итак, зоология к хвосту называется постанальный участок тела. То, что находится под головой дальше по отношению к анальному отверстию. За анальными отверстиями. А ноги? Что? Конечности вы хотите сказать? Ага, хороший вопрос. Наши с вами руки-ноги равно как конечности всех остальных позвоночных. Происходит от рыбьих непарных позвоночных. Дело в том, что... Хорошо. Рыба разогналась до большой скорости. Ну, он плывет, как я знаю. Кстати, а до каких предельных скоростей могут разгоняться рыба? Самые быстрые пловцы океанические это кто? 120. Нет. Давайте. Парусники, меч, рыба, мерлины. Да, за 100 километров. Но 120, честно говоря, мне не приходилось встречать. Но больше 100 километров, да, развиваю. Давайте подумаем, как на такой скорости совершить поворот, маневрировать. Вода очень плотная среда. Вод не в этом делу. А, не в этом делу. Обратите внимание, вот я рыбу, да, иду вперед со скоростью 100 километров в час. Что будет, если я слегка изменю угол атаки одного из боковых клубников? У нас здесь нет. Понятно, что его сопротивление возрастает по отношению к этому. И ясно, что возникает сила, которая меня в эту сторону закручивает. Потому что эта половина тела имеет сопротивление движения большее, чем это. Чтобы развернуться в противоположную, значит, нос есть изменить. То есть боковые клубники – это рули. Рули поворота. И еще это стабилизаторы. Попробуйте такую штучку сделать. Простейший эксперимент. Просто карандаш на воду положить. Ну, не важно, в море, вальне, пытаясь с водой, где угодно. И щелкните по его концу. Скажите, у нас по прямой плывет элемент? По прямой. Попробуйте. Попробуйте. Будете удивлены. Можете попробовать не один раз, а 50 раз. Если в 50 раз хоть один карандаш поплывет по прямой, я вам куплю килограмм шоколадных конфет. Ну, или чего вы там хотите. Не плывет он по прямой, а его вот так крутить начнет. Случайно возникающие потоки завихрения, его отломят от курса. Что надо сделать, чтобы он таки поплыл по прямой? Вот сразу видно, что кораблики по лужам не пускали. В детстве у вас не было детства. Бедный, бедный. Сзади. Сзади такой плоскость. Плоскость. Можно сзади плоскость. А можно еще круче. Бритвенное лезвие взять, да? И врезать вот так в карандашах. Стоять. Зачем? У бритвенного лезвия, если я на него спереди смотрю, площадь большая или нет? Нет. Нет, она очень тоненькая. То есть сопротивление к прямому движению у него будет минимальное. А сбоку если посмотреть, площадь большая, да? Значит, в результате наличие прогольного келя будет мешать боковым поворотам. Ну потому что для бокового поворота надо бритву задвигать боковую плоскость. Такая функция называется стабилизация движения. От слова стабильность, устойчивость, постоянство. Так вот. Ботовые плавники это роли поворота и стабилизаторы. Наверное, это еще и тормоза, да? Ну и тормоза, естественно, тоже. Если я взял, всех полностью развернул поперек потока. Значит, я сошли торможу. У всех рыб две пары боковых плавников. Первая пара вот здесь, сразу за жаберными крышками. Будет называться грудные плавники. А вторая пара вот здесь, перед анальным отверстием. Брюшные плавники. Понятно, почему для хорошей маневренности надо не одну пару от ветра иметь? А вот смотрите. Я смотрю на рыбу сверху, да? Рыба бит сверху. Она, например, допустим, в эту ступень. А значит не будет. Значит, смотрите. А как совершить поворот вокруг вертикальной оси? Для этого надо голову двинуть в эту сторону, а хвост в ту сторону. Понятно, что это? Да. То есть мы на грудной паре делаем вот это, а на брюшной паре наоборот вот это. И таким образом мы получаем исключительно высокую управляемость движения. Можно регулировать и направление движения, и дифференциал. То есть либо движение носом вниз, либо движение носом вверх. Вот так. Хорошо. Это к слову о том, что такое конечности. Вот как раз из парных плавников крымка развиваются при выходе на сушу. Передние конечности из этой парочки. А из этой парочки? Задняя. А все остальные плавники редуцируются, они оказываются ненужными. Они органы проталкивания в воде, на суше, при помощи хвостового плавника, снижения. Так. Возвращаемся к анбрюгенезу. А дальше? Ну вот у любого гордова прошло образование глазковое. Образовался вот этот мешочек двухслойный, с первичной полостью, первичным ртом. А дальше? А дальше оказывается, что у него уже нынешно, какая сторона тела будет брюшной, какая спиной. Да. И клетки отключили разные блоки имплопации. Значит. И теперь. Помните вокруг рта, вот здесь вот, желтое кольцо было. Вот был у нас внутренний розовый слой, внешний голубой и желтое кольцо было. Значит, клетки этого желтого кольца начинают вести себя очень красиво. Это у нас внутренний розовый слой, внешний голубой. Клетки желтого кольца очень быстро делятся и двигаются, смещаются. Куда они заползают? Они вот сюда заползают. Между розовым и голубым. Когда движение закончилось, из трех слоев плеток теперь состоят стенка тела. Из трех. Три слоя. Розовый, желтый, глупый. Появился третий слой тела. Мезодерма. Рекиде. Для нас с вами важнейший. Почти все тело было как раз мезодерма. Для всех позвоночных. Кордовы даже. Все. Вот это зрелая глазка. Дальше начинает следующая игра. Со спинной стороны, прямо над первичным тонком, строго посерединке спины, вот самая центральная клетка мезодерма, включает, впервые включает в паэл, превращение в первый орган. Такая клетка уплотняется, начинает строить плотные полотнистые белки и передает сигнал в следующее. В результате, вот здесь посередине спины мезодерма, начинает расти упругий стержень. Он не жесткий, а именно упругий. Ну, в некотором смысле немножко похож на полицейскую дубинку. Так, согнуть можно? Да. Да, вполне себе гибкий, гнется. Так, вот я взял, согнул, а если отпустил, что она сделала? Разогнул, спруженил. Вот это стержень называется корда. Это основа всего будущего тела. Вырос он из мезодерма, так, со спинной стороны от первичной кишки. А теперь, как только корда начинает расти, она дает сигнал в клетке эктодерма, лежащей прямо. Давайте, ребят, пора превращаться. И что начинает делать в клетке эктодерма? Поперечный разрез спинного участка делаем. Вот так вот здесь у нас корда произошло, да? По действиям сигнальных веществ корда, вот эти плетчики, это эктодерма, которая здесь, да? Начинает немножечко раздвигаться. Вот так. Обратите внимание, образовалась небольшая канавка. Так? А дальше, а дальше стенки канавки начинают расти друг к другу. И в результате, что мы получаем? Вот это корда. А если левая и правая борт канавы вот так вот взяли и сблизились, то знаете, что произойдет? Что над кордой возникло? А какую форму от полости нет? Ведь она над всей кордой образовалась. Это поперечный разрез. Вот так вот. Такое сосисок. Труба. Труба. Кто-то подоградил, что позвоночник вот здесь будет. А это что такое возникло? Ребята, это лучший спинной мозг. Это закладка нервной системы. На этом этапе называется, пока настолько простая, нервная трубка. Мы говорили, что кордон начинает расти вот отсюда, от первичного рта. Значит, отсюда же начинается развитие нервной трубки. Вот она. Поэтому последними какой участок будет проградоваться? Самый ближайший к первичному ртуке, самый удаленный? Самый удаленный. И самый удаленный участок нервной трубки сделает вот такое расширение. Мозговой пузырь. Кто догадался, что это? Морковый мозг. Будущий головной мозг. Это маркер головы. Начинает развиваться головной мозг. Здесь будет строиться череп и так далее. Вот мы получили первые осевые органы. Самые первые. На каком этапе у нас с вами это все бывает? Где-то конец второй, начало третьей недели беременности. Примерно так у всех выглядят. На этой модели. Так. Одновременно с этим что происходит? Одновременно с этим мезодерма делится и становится толще, 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 толще. Поэтому, если сделаем поперечный разрез, видим вот, что это у нас на гречке подрос уже. Кордаль. Нервная трубка. Кишка. Энтодерма. Энтодерма. А вот это все пространство, чем запомнили? Мезодерма. А это мезодерма, так здорово разрослась. Но разрослась она нервно-нервно. В чем дело? Со стороны спины, да, это сплошная мезодерма. Вот здесь сплошная мезодерма. Вокруг кожи, нервной трубки. А в остальных местах? А в остальных местах мезодерма образовала достаточно тоненькие слои. Вот так. Приросшая к другим тканям. А вот здесь мезодермальные клетки разрушились. Если здесь нет клеток, то что слева и справа от кишки? Слева и справа от кишки. Что возникло? Полости. Вот это и есть вторичная полость тела, лицелома. Внутри нее что висит? Внутри этой полости что висит? Кишка. Кишка. Вот так, все, ребят, вы уже отключились. Это вторичная. Почему вторичная? Помните, что такое первичная полость? Да, это она. Ага, она в глазах. А куда она делась в гастрологе? Куда делась первичная полость в гастрологе? С кем подкройки? Выставляете сами. Внутри бластового была первичная полость. В гастрологе она осталась, ребят? Нет. А куда она делась? С шагом. Между чем и чем? Что в данном случае это и... Во всем случае. Между это и это, верно. А теперь вопрос. А что будет, если я возьму вот так бластовую и окреплю эктодерму от энтодермы? Какая полость откроется? Если нет в ними. Первичная. Отлично. Отлично. А теперь, куда выросла мезодерма? Смотрите, мезодерма выросла между этой и энтодермой. А она из первичной полости. А по адресу первичной полости. Это понятно? Да. А если исчезла часть мезодермы, полость открылась, но это первичная или какая-то новая? Новая. Новая у нее стенка из другого материала. Поэтому называют ее вторичная полостерма, глицовую. А по серединке ее кто подвешен? Кишка. Кишка. По середине подвешена кишка. Отлично. Из вот этого скопления мезодермы, спинного скопления, вырастают почки. Вот так свежутся сюда, вот из-за почек. Вырастают половые железы. У наземного дыща переднего отдела, кишки, отглопки, отрастают два больших кармана сюда. Что это за такие парные карманы? Отглопки в полости лошади. Пленьки. Вот они легкие. Вот эти пленки, на которых подвешена кишка. Вот как по-другому, кишечник в вашем теле, он просто так вот навалили в желудочную полость, и он там как-то вот болтается, или он все-таки закреплен? Он так же закреплен. Вот, если бы он не был закреплен, представьте себе, вы на физкультуре делаете пувырки, да? Вы пувыркаетесь. Один от правого целом, а второй от левого целом. Вот у нас две полости, да? Идет? А что будет, если в этом месте левый листок от правого отойдет? Что возникнет? Вот здесь под кишкой. Взял вот так вот, отошел левый листок от правого. Отверстие. Под всей кишкой идет. Кто-то говорит, что это за труп? Анальное отверстие. Анальное отверстие – это вот из кишечника. А это труп, перейдущая параллельно кишке, в брыжейке. Точно такая же, кстати, вот здесь образуется. Это кровеносные сосуды. Два самых главных кровеносных сосуда. Это брюшной кровеносный сосуд, это спинной. Их ответвление начинает прорастать во все окна. Ну а теперь мезодермальные клетки атакуют хорту, поедают ткань хорты и замещают ее в хрящевой костной ткани. На месте хорты что образуется? Позвоночник. Отростки позвоночника образуют защиту для спинного мозга. Но образование конечных… А, кстати, в стеночках цилума, опа, вот так образуются костяные стержни, которые затем подсоединяются к позвоночнику. Это что такое? Это треогрр. Давайте смотреть, что мы получили. Эктодерма во что превратилась? Да. А еще из-за эктодермы заготовка нервной системы слышно. Ведь нервная оборозка, нервная трубка, они откуда-то взялись. Помните, продавливалось. Энтодерма дает выстилку кишки, а еще что? Легкие. Легкие. А все остальные системы органов с какой-то конец? Мезодерма. Мезодерма. Легкие. 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 Это нам нужно будет для разбора строения театра.